Продолжение следует... 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 А почему-то на второй фестиваль решили пригласить нас. Действительно, наше выступление имело очень большой отклик, а все-таки не нужно забывать, что это и Татарстан, это все-таки и соседний субъект, это и республика, где есть свой симфонический оркестр, замечательный совершенно. Но наше выступление имело там достаточно большой резонанс, до такой степени, что даже министр культуры республики Татарстан на одном из заседаний поздравила нашу замечательную Евгению Евгеньевну с тем, что наш оркестр так успешно выступил там. То есть это уже информация, которая идет по всей стране. И мало того, вот мы, выступив там, получили приглашение и на следующий фестиваль. А этот фестиваль для нас, он очень важен, во-первых, потому что он рядом, во-вторых, потому что там замечательные солисты привлекаются для этого фестиваля, там замечательные условия жилищные, потому что оркестр приезжает и несколько дней живет там на базе отдыха. Концерт проходит прямо на стадионе в Елабуге, там очень красивый ландшафт, там замечательный, конечно. Есть изумительный стадион, который находится как бы в низине. И там строится большая сцена, весь стадион заполняется публикой. А мы выступали на концерте открытия и в финале исполняли увертюру Чайковского в 1812 год. Был салют, потом все храмы Елабуги, они, значит, запустили Благовест, была конная группа большая. То есть изумительный стадион. Это они на европейский манер запустили, да? Да, да, да. Скажите, а где вам больше понравилось выступать? В зале Чайковского или в Елабуге? Вы знаете, тут и там, и там хорошо. Другое дело, что, конечно, зал Чайковского – это площадка, которая вызывает, наверное, в каждом из артистов, вызывает трепет такой совершенно искренний. Потому что это сцена, на которой выступали все выдающиеся оркестры нашей страны, все выдающиеся музыканты, все выдающиеся оркестры. Это главная площадка. Зал обладает удивительной акустикой. И вот то, что нам приходится работать в залах с разной акустикой, потому что в Ульяновске, к сожалению, нет ни одного концертного зала, который бы обладал настоящей, хорошей, естественной акустикой. Даже концерты в Ленинском мемориале мы вынуждены подзвучивать, потому что иначе там очень неравномерно распределяется, неравномерно звучит оркестр. Начнем с того, что он не рассчитан на большой симпанический оркестр изначально. Конечно, конечно. И в зале Чайковского изумительная акустика, и мы, благодаря тому, что мы привыкли играть в акустиках разных, мы быстро очень подстроились и очень хорошо звучали. А Елабуга – это совершенно иная история, потому что это, знаете, фестиваль всегда, особенно летние фестивали, они всегда располагают к такой, знаете, очень доброжелательной атмосфере. Там оркестр не должен сидеть и очень стараться. Всем хорошо, лето, да, замечательная погода. А там не было такого, чтобы на лужайке слушатели и зрители могли расположиться вот около стадиона? Было, было, было. Там, знаете как, там половина стадиона была, половина поля была отгорожена специально для этого действия с лошадьми. А вторая половина поля, да, конечно, там была публика, они сидели так достаточно свободно, вольготно, именно на травке, а другая часть публики, они вот были уже на трибунах. Да, вот это все было, конечно. Очень красиво. Ну, просто на зарубежный манер, там больше отказываются от концертных залах традиционных. Да, да, да. Расскажите о солистах, которые вам наиболее запомнились, которые вам прям в душу запали. Вы знаете, скажу так, что действительно сейчас какая-то вот жизнь, связанная с концертами, связанная с солистами, она, конечно, очень интересная для нас, для всех. Потому что, конечно, один из замечательных солистов, это вот Никита Борисоглебский, с ним мы, кстати, выступали в Елабуге, мы с ним просто уже достаточно давно знакомы, вот, а он один из самых молодых заслуженных артистов России. Ему 30, не помню, 34 или 35 лет, вот два года назад он уже стал заслуженным артистом. Великолепный скрипач, лауреат конкурса Чайковского, лауреат многих других престижнейших конкурсов. А самое главное, изумительный человек, потому что не каждому удается выдержать вот это испытание медными трубами, когда у тебя слава, когда уважение, почет и какие-то финансовые хорошие возможности. Не каждому удается сохранить себя именно по-человечески. Мы приглашали его в этом году еще и в октябре, он исполнил концерт Мечеслава Ванберга, это такой известный советский композитор. А потом он был с нами вот на этих гастролях Москва, Рязань, Нижний Новгород, все три концерта он был с нами. И замечательно он нашел контакт с нашим оркестром, и оркестр его очень полюбил. Вот это один из, наверное, таких очень близких для меня людей. Потом нельзя не упомянуть о том, что на протяжении долгих лет велись переговоры с одним из выдающихся современных пианистов, это пианист Николай Луганский, который уже долгое время, была идея пригласить которого к нам в Ульяновск, но как-то вот не складывалось. И в прошлом году мы начали вести с ним переговоры, уже достаточно предметно. И вот на открытии сезона, 18 октября, он был у нас, исполнил второй концерт Прокофьева, и сложилось тоже очень теплое общение. И я скажу, что мы с ним уже выступали вдвоем, я дириживал оркестром Татарстана, это было в марте этого года. Вот, это был концерт, открытие фестиваля Рахманина в городе Тамбове. А в Тамбове, под Тамбовом находится имение Рахманина Ивановка, где он жил на протяжении многих лет, и с которым связаны разные страницы его истории. А Луганский, он является пропагандистом российской музыкальной культуры, и в частности творчества Рахманина, он является художественным руководителем вот как раз-таки Рахманиновского фестиваля в Тамбове. И вот в марте мы выступали с ним в Тамбове, в сентябре он приехал к нам. А для таких вот крупных солистов, для них очень важно, чтобы складывалось отношение с дирижером, потому что, ну, как правило, считается, что мы же тоже так считаем, да, вот если мы видим, что какой-то, допустим, президент какой-то страны, он адекватный, да, то, значит, и эта страна как бы в дружеских отношениях с нашей. Ну, это нормальное дело. Вот, и мы с ним выступили, мы с ним пообщались, и он принял приглашение, потому что солисты такого уровня, они очень выборочно относятся к тем коллективам, с которыми они выступают, с очень большой внимательностью, с очень большим вниманием. Потому что могут не сработаться, да? Да, 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 могут не сработаться. И вот он приехал к нам в сентябре, и мы получили от него приглашение открывать фестиваль Рахманинова в Тамбове 5 апреля. Вот, то есть... Что готовить, какие произведения Рахманинова? Там, значит, будет традиционно его третий концерт, это одна из вершин рахманиновского пианизма, одна вообще из вершин фортепианной литературы, фортепианных концертов. Вот, но также там прозвучит еще и второй концерт Шопена для фортепиана с оркестром, то есть это такой вечер, где прозвучат два концерта. Один концерт Шопена, второй концерт Рахманинова в исполнении выдающегося пианиста. Третий концерт Рахманинова, да? Да, как бы, да. Но он реже исполняется. Один концерт Шопена, да, третий концерт Рахманинова, да, и второй концерт Шопена, да. Он исполняется, ну, он исполняется, просто он как бы очень сложный с точки зрения фортепианной техники. Вот так что, вот такие вот у нас планы. В Японию мы собираемся ехать, в мае мы получили. Что повезете? Вы знаете, там есть такой город Фукуяма, который, где происходит такой очень крупный фестиваль, который называется Фукуяма, город цветов. Это название фестиваля, а тематика этого фестиваля, она связана с наступающими, вот в 2020 году, олимпийскими играми, которые будут проходить в Японии. И этот фестиваль, он проходит, он является как раз-таки вот таким приветствием, олимпийским играм. И там у нас запланировано 6 концертов, из которых 4 концерта, это такая детская программа, я так понимаю, для молодой аудитории, и 2 концерта, связанных непосредственно с музыкой Чайковского, потому что Чайковский для Рахманова, Чайковский для японцев, это, ну, я не знаю, кто для нас. Это талон русской музыки, да? Ну, это и для нас эталон русской музыки, на самом деле. Да, это и для нас, да, но для них это просто, знаете, вот какое-то божество, потому что это прямо закон, что если едешь в Японию, обязательно нужно играть Чайковского, вот, значит, это для них всегда пройдет на ура. Конечно, я думаю, в любой стране так будут, из приема Чайковского, потому что это бренд, на самом деле. А Мир, Эпоха, Имена, каких артистов вам явил? На кого вы обратили тоже внимание, и с кем приятно было работать? Да, вы знаете, что Мир, Эпоха, Имена, ну, во-первых, прошлый фестиваль Мир, Эпоха, Имена, вот прошлого сезона, конечно, там были очень мощные, очень грандиозные такие, на мой взгляд, очень грандиозные, это неправильно говорить, грандиозные концерты. Во-первых, конечно, это постановка оперы Евгения Онегин, куда мы нашли возможность пригласить замечательных солистов из Москвы. Практически все солисты, исполнявшие вот заглавные партии, они являются солистами ведущих московских оперных театров. И сама вот эта идея, сама вот эта традиция исполнять дважды в сезон оперные постановки, осуществлять оперные постановки, это, конечно, здорово. Вот в прошлом, прошлый фестиваль мы открывали Евгения Онегина, Чайковского. Был очень интересный концерт, на мой взгляд, замечательного канадского композитора Алана Гиллиленда, мы с ним знакомы были уже заранее, но это один из ведущих таких канадских композиторов. Вот его авторский вечер мы сделали. Было очень много таких интересных, на мой взгляд, событий, но надо сказать, что и этот фестиваль, он тоже будет полон таких ярких концертов, потому что начинаем мы фестиваль оперы Тоска, причем тут уже у нас нет такого ограничения, что мы приглашаем только москвичей. Нет, мы приглашаем, по большому счету, звезд. Приедет изумительный тенор исполнять вот партию Каварадоси. Это солист сейчас Красноярского театра оперы и балета, но помимо этого он является лауреатом конкурса Хосе Карероса. И Хосе Карерос вручил ему, ну это знаменитый тенор, наверное, многие знают, Повороте, Доминго и Карерос. Вот была такая троица известная, вот они исполняли концерты разных трех теноров, кстати. Вот, и Михаил Пирогов, он выпускник Санкт-Петербургской консерватории, бурят по национальности, долгое время служил в Саратовском театре, потом работал в Улан-Удэ, сейчас он является солистом Красноярского театра, но выступает по всей стране, это один из ведущих сейчас теноров. Вот, потом приедет замечательная сопрано исполнять партию Тоски, это солистка Михайловского театра Санкт-Петербурга, Мария Литки. Так получилось, что, ну, действительно, так получилось, она моя однокурсница. Просто когда пришли несколько предложений, когда мы стали рассматривать вот одну, вторую сопрано, третью, вот, как бы, выбор пал на нее, потому что в ее исполнении Тоска слышал даже в Петербурге, ну, и она действительно звезда, вот, оперной сцены, и вот очень приятно, что мы находим возможность приглашать таких вот замечательных... Замечательно. Кстати, на том фестивале, на вот, на этого года «Мир эпоха имена» у нас на сайте была эксклюзивная прямая трансляция оперы Евгения Онегина, только, только на нашем ресурсе. Здорово. И не только в зрительном зале люди могли прикоснуться вот к этому шедевру, а еще и наши подписчики, наши зрители. Это было очень здорово. Я сама была на этой опере. Здорово. Просто прекрасное исполнение, это брависсимо. Вот, ждем вас снова. Обязательно зайду на огонек. Скажите, а на нашей сцене что нового исполнили? Может быть, новые композиторы какие-то на нее, пожалуй? Вы знаете, много-много исполняем, просто некоторые коллективы для того, чтобы подчеркнуть свою работу, они пишут первое исполнение там в Ульяновске, первое исполнение в России, там, мировая премьера и так далее. Я могу сказать, что мы очень много играем того, что не исполнялось. Библиотека у нас, наша библиотека только и успевает печатать новые ноты. Но, во-первых, этот год, он связан вообще в общественной музыкальной жизни, он связан с именем такого композитора Мечеслава Вайнберга. Это композитор-ученик Шостаковича. В этом году ему исполнилось бы сто лет. Многие считают, что он незаслуженно забыт. Здесь существует несколько точек зрения, но композитор действительно, скажем так, очень нестандартный, очень оригинальный, очень интересный и очень профессиональный. Мы исполнили его скрипичный концерт. В прошлом сезоне мы сделали авторский вечер канадского композитора Алана Гиллилэнда, который приехал к нам специально сюда, в Ульяновск, и все, что исполнялось. Там многое впервые исполнялось в России. Практически все, что там игралось. А в каких стилях была музыка этих композиторов? Вы знаете, там разная музыка, потому что там есть и джаз, он работает в разных направлениях, но в последнее время он пишет очень мало, потому что он является деканом музыкального факультета города Эдмонтон. Это самый большой город в Канаде, самый крупный, его численность населения составляет свыше 1 миллиона человек. И там находится очень крупный, наверное, крупнейший в Канаде университет и огромное отделение, огромное отделение – это музыкальный факультет. Туда входят и музыкальные теоретики, музыкальные критики, и звукорежиссеры, и исполнители на разных инструментах, причем в разных направлениях этой классики, и джаз, и эстрада. И он сейчас является деканом этого факультета, то есть больше занимается руководящей такой работой. Но в свое время он очень много писал, и одно из его направлений, которое он представлял, это был джаз. Что-то такое современная музыка для кинофильмов, музыка для театральных постановок. То есть там много всего, но вот такая, знаете, очень качественная такая американская музыка, которая, наверное, берет свои истоки вот из нашей советской композиторской школы. Может быть, от Шостаковича, может быть, от Прокофьева. Такие очень интересные сочетания. Но вот если, допустим, вот вы знаете музыку, там, допустим, из кинофильма «Звездные войны», там еще что-то, ну вот это вот примерно вот такого вот уровня, такая качественная, красивая, мощная американская музыка. Кстати, вам удалось ли чем-нибудь удивить нашу публику в этом году? Вы знаете, я думаю, что, наверное, мы... Лично я не стал перед собой такой задачей, потому что, ну, когда я приходил вот в Ульяновский оркестр, я говорил о том, что симфонический оркестр особенно, оркестр региональный, который является, ну, говорить о том, что он является флагманом классической музыкальной культуры, это, наверное, излишне, потому что других коллективов такого масштаба как бы в Ульяновске, в Ульяновской области нет. Поэтому мы должны уметь играть все. Вот это вот был как бы мой такой девиз. И мне кажется, мы его полностью оправдали, потому что в прошлом сезоне мы играли и эстраду, мы играли и джаз, к нам приезжала Лариса Долина. Да, мы сыграли огромное количество каких-то таких симфонических концертов, мы сыграли оперу, мы играли какие-то эстрадные такие интересные, разноплановые программы, мы играли и современную музыку. То есть вот все, что есть такое в обиходе, это все мы сыграли, а ведь это требует... вот каждая такая композиция, она требует разного подхода к репетиции, ко всему. Вот, поэтому мы никого не пытались удивить. Я думаю, что вот на что мы обращали пристальное внимание, так это на качество исполнения. Вот это самое главное, потому что слушатель, он должен иметь, вернее слушатель имеет право за те деньги, которые он платит, приходить и получать вот те впечатления в очень качественном исполнении. Я сейчас говорю немножко таким, знаете, формалистическим языком, потому что то, чем мы занимаемся, это, с одной стороны, творчество, с другой стороны, если говорить языком цифр, то это услуга. Вот, понимаете, поэтому... Но это колоссальный труд еще. По отчетам, да, 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 да. Да, поэтому, конечно, это и труд, это и работа. Я очень признателен, конечно, во-первых, артистам оркестра, потому что то, как самоотверженно они работают, вот это, конечно, заслуживает огромного уважения. Кстати, об артистах. Илья, расскажите о внутренней жизни вашего коллектива. Появилась ли свежая кровь или новые кадры? Да, да, свежая кровь появилась и в хорошем смысле, и в плохом смысле. Давайте сначала в хорошем. Да, в хорошем. Ну, я должен сказать, что в этом году мы снова проводили такой всероссийский конкурс, это прослушивание для работы в симфоническом оркестре. Пришли очень хорошие молодые музыканты. Может быть, не столько, сколько нам хотелось бы, потому что все-таки ряд вакансий у нас остается. Вот, но пришли замечательные ребята. Это и из Казани, вот, приехала скрипачка. И из Тольятти приехал контрабасист, приехал трубач. Вот, из Саратова приехала габаистка. Вот, то есть очень хорошие, молодые, талантливые ребята. Но для того, чтобы жизнь внутри оркестра была полноценной, мне все-таки кажется, что нужно обязательно находить возможность, как сказать, соблюдать очень грамотный баланс между разными поколениями внутри оркестра. Да, потому что есть как бы три такие основные возрастные группы. Первая – это, ну, вот, молодежь, ребята играющие. Вторая – это возрастная группа. Ну, это, наверное, лет 40, там, и вот выше, может быть, лет до 60. Это основа, это музыканты уже, как бы, владеющие репертуаром, знающие оркестровые традиции. Вот, ну, и, конечно, уважаемые ветераны, которые, люди, которые всю жизнь отдали работе в симфоническом оркестре. Ну, если, допустим, у нас есть музыканты, жизнь которых, ну, на протяжении, там, последних 45 лет была связана непосредственно с симфоническим оркестром. Вот, и, конечно, кто-то уже, может быть, не соответствует, не полностью соответствует тем качествам, которые мы предъявляем, но тем требованиям, которые мы предъявляем. Но мне, конечно, хотелось бы все-таки максимально сохранить тех артистов вот в нашем составе, то есть мы никого не выгоняем, мы предлагаем различные варианты вот взаимодействия, потому что для меня очень важно, чтобы вот те традиции, которые были заложены выдающимися нашими дирижерами российскими, музыканты, которые видели огромное количество исполнителей, огромное количество музыкантов, они должны передавать вот эту информацию той молодежи, потому что сейчас все, к сожалению, мельчает. То есть вы оставляете геном вашего оркестра, чтобы они не стеяли дальше? Да, это самое главное. Это самое главное, сохранить вот эту благородную атмосферу, вот эту вот настоящую, как сказать, настоящую оркестровую жизнь, вот это, наверное, самое главное. И когда к нам в оркестр приходят музыканты, знаете, я в первую очередь смотрю на них с точки зрения именно человеческой, с точки зрения того, как им удастся влиться в коллектив. Потому что любой человек, окончивший консерваторию, сыгравший, допустим, сольный концерт или часть инструментального концерта в качестве солиста, он сможет работать в оркестре. А создан ли он для работы в коллективе, потому что ведь это тоже, это и амбиции, это и какая-то внутренняя конкурентная борьба, вот это самое главное. Как поведет себя человек в каких-то спорных ситуациях. Вот это для меня очень важно. Я должен сказать, что пока нам удается сохранить такую очень хорошую, дружелюбную атмосферу и никого не обидеть. Вот это самое главное. Замечательно. А в какие вам еще группы требуются специалисты? Вы знаете, нам требуется, ну, конечно, требуется нам, нам нужен тромбонист, нам нужен фаготист. Но приезжают, есть, конечно, заявки, но для того, чтобы поддерживать высокий уровень оркестра, нам нужны хорошие музыканты, высокого класса. Нам нужны такие серьезные, очень творческие единицы. Нам, конечно, нужны артисты в группу первых, вторых скрипок. Должен сказать, что группа виолончели у нас сейчас такая, которой нету, я думаю, что ни в одном региональном симфоническом оркестре. Изумительная группа, 12 человек, концертмейстер, помощник концертмейстера и вся группа как на подбор высочайшего качества. С ними я еще знакома, они еще и люди в жизни прекрасны. Это замечательный просто подбор кадров у вас. Да, 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 но это замечательно. Да, я убежден в том, что это все, конечно, неспроста. Но, конечно, приходится много работать. 68 концертов у нас в течение сезона. А учитывая нашу специфику, мы не можем давать одну и ту же программу. Мы все время вынуждены делать новые программы для того, чтобы привлекать слушателей. Но такова жизнь. Кстати, о новой программе. Вы уже определились на 2020 год? Вы знаете, с 2020 годом, вот со следующим сезоном, у нас есть идеи, конечно. Но есть и некоторые проблемы. Потому что для того, чтобы реализовать идеи, нужно понимать, какими площадками мы располагаем. А у нас в начале следующего сезона, в конце августа, концертный зал закрывается на ремонт. То есть сейчас вот к юбилею 150-летию, со дня рождения Ленина, запускается такая очень серьезная реставрация мемориального центра. И вот сейчас вот весь внешний контур, он полностью, скажем так, преображается. Потому что вот все эти мраморные плиты, они заменяются на новые с того же месторождения. То есть полностью облицовка, полностью вот все коммуникации там и все внутренние структуры, они сейчас полностью реставрируются. А с сентября внутренние помещения тоже будут каким-то образом ремонтироваться. Поэтому мы просто не знаем сейчас, в настоящий момент, я лично не знаю, где мы будем находиться большую часть сезона. Потому что есть варианты, но пока нету дат, пока нету конкретики. А какие варианты у вас есть намечены? Ну, вы знаете что, те площадки, которые могут принять симфонический оркестр, это, конечно, дворец культуры губернаторский, это театр драмы. Но театр драмы, я так понимаю, что там очень большая своя жизнь, там очень много своих спектаклей. И входить туда даже там, может быть, на один день в месяц, для нас это, может быть, было бы здорово, потому что все-таки это помещение, которое находится, все-таки здание находится в центре, и вот недалеко добираться. Вот, а с другой стороны, я понимаю, что вот принимать нас со всем реквизитом, а ведь это огромное количество всего, огромное количество инструментов, на сцене выставляется свыше 70 стульев, и это тоже... Ну, конечно, есть большие неудобства, но я надеюсь, у вас все гладко пройдет. Скажите, давайте не будем пока думать о ремонте, потому что это мысли, правда, волнительные, я представляю, как это... Это большие перемены. Да, да. Да, скажите, чем вы хотите порадовать наших ульяновцев на Новый год? Есть два проекта грандиозных. Да, проект действительно. Большой оркестр, значит, с большим оркестром, и... Щелкунчик. Щелкунчик, да. Ну, должен сказать, что радовать мы будем, значит, уважаемую ульяновскую публику, значит, на протяжении, по-моему, с 22-го или с 23-го декабря по... аж по 6-го января. Вот это будут наши сказки «Щелкунчик» в Большом зале Ленинского мемориала. По два спектакля каждый день. Значит, симфонический оркестр и образцовый ансамбль «Экситон», с которым мы делаем совместно, значит, эту сказку. Вот, 31-го числа в сам Новый год мы приглашаем певца. Это Калил Уилсон, англоязычный певец, американский. Вот, он приедет, и будет такая интересная программа, но она не будет замыкаться непосредственно на одном певце, да, потому что там будет принимать участие наша Елена Рождественская, замечательная солистка нашей филармонии. Там будут и танцевальные пары, там будет такое интересное действие. То есть вот этот новогодний концерт, он будет представлять из себя такую, знаете, единую композицию. Там будет что-то связанное с ностальгией, что-то будет веселое. То есть это будет не концерт в том виде, в котором мы привыкли это видеть, а это будет именно спектакль, такое единое действие. Там будут и оркестровые какие-то интересные номера, и танцевальные, и вокальные. То есть много всего приходите. Я надеюсь, что не пожалеете. Другое дело, что сейчас как бы вся программа, она находится на стадии согласования, потому что очень много разных идей. И хочется сделать как можно лучше, а в связи с этим очень много разных моментов. А какие идеи, например, у вас есть? Вы знаете, ну, вначале шла речь о том, что, ну, известно, что традиционная форма новогоднего концерта, это вот концерт, который мы видим каждый год, вот, 1 января, когда в Вене исполняется вот штраус. Да, вальки, вальсы, польки, вот, мазурки, штрауса. Вот, и надо сказать, что многие коллективы, они идут по этому пути. То есть, вот, Новый год всегда ассоциируется с брызгами шампанского, с музыкой штрауса, да и запахом мандаринов. Вот, но в прошлом году мы сделали совершенно такую изумительную композицию, которая называлась «Классика и джаз». Две женщины два стиля, по-моему, так это называлось. Приехали две замечательные певицы. Одна вот Екатерина Лехина, другая Ольга Годунова. Одна представляла джазовое направление, другая классическое направление. Вот, и вот этот концерт вышел за рамки такого привычного, как бы, концерта симфонического оркестра. Это стало такое, знаете, действие и джаз, и опера, и какие-то там комбинированные жанры. Вот, а вообще надо сказать, что, конечно, была замечательная традиция исполнять прощальную симфонию Гайдена. Со свечами. Да, со свечами. Прекрасная традиция. Да, вы знаете, она прекрасная, но сейчас она не то, чтобы она, ну, достаточно трудно воплотима. И почему? Потому что сейчас мы, когда делаем вот эти вот концерты, новогодние и праздничные, мы сажаем огромный состав оркестра. И в симфонии Гайдена ведь там задействованы далеко не все даже, как бы, виды инструментов. То есть там нету тромбонов, там нету, там труп, там нету, то есть к тому моменту... Там камерный оркестр получается, да? Да, 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 к тому моменту... Это струнная группа и еще... Да, струнные, немножечко духовиков, там две волторна, по-моему, да, всего-то. Вот. И на тот момент, когда вот нужно уходить, там вот специально, когда это все планируется, там не так много должно быть на сцене людей. А сейчас мы вынуждены просто на большой сцене играть даже в декорациях щелкунчика, потому что те декорации, которые устанавливаются, они настоящие стационарные декорации. То есть там прямо стоит дом, там стоит еще что-то, там балкон настоящий, туда люди поднимаются в полный рост, они выходят из дверей в полный рост. То есть это такие очень серьезные капитальные декорации. Вот. Мы сажаем оркестр, безусловно, мы находим возможность разместить, но, во-первых, очень тесно, во-вторых, огромное количество людей на сцене, а потом, ведь прощальная симфония, да, хорошо, ладно, можно уйти со сцены, погасить свечи и так далее, но ведь там заканчивается все очень тихо и заканчивается далеко не празднично. И как потом выходить из этой ситуации? Хорошо, включается зал, пустая сцена. А потом все забегают и начинают играть Штрауса и фейерверки. Ну да, да, да. Не, ну это, конечно, можно, они могут забежать, но там, понимаете, просто вот в тех условиях, в которых мы сейчас находимся, там лучше сесть и уже не вставать, потому что настолько, настолько тесно находиться на сцене. Ну и потом, знаете, когда вот у Хазанова, там у него, по-моему, была какая-то композиция про квартет Московской консерватории, которые приехали на завод, значит, играть в обеденный перерыв в красном уголке какую-то, значит, музыку, у них там было большое количество, значит, ложных финалов, что вот вроде как бы все заканчивается, заканчивается, а потом они продолжают играть. И в этой композиции там Хазанов рассказывает вот о негодовании вот этих рабочих, которые вот уже приготовились, уже все, они приготовились в хлопоте, что все закончилось. А еще и между отделениями нельзя хлопать, это вдвойне больно. Да, 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 да. Да, так поэтому тоже, ведь заканчивать прощальную симфонию – это нехорошо, потому что Новый год – это все-таки праздник. Заканчивать мы будем замечательным и совершенно удивительным таким оркестровым номером по ДД «Щелкунчика». Та-та-та-ти-там-па-па-пам. Самый патетический, самый известный номер из балета. Да, 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 вот мы закончим. Начнем мы с увертюры Коперетти Штрауса «Летучая мышь». То есть вот идея такая, что что бы ни происходило внутри, а там будут очень интересные номера, я даже сейчас пока раскрывать не буду вот всю подоплеку, но все-таки хотелось бы обратить внимание на то, что наше направление, оно классическое, академическое, поэтому начинать мы будем оркестром «Летучей мышью», а заканчивать мы будем «Щелкунчиком», Чайковского по ДД «Щелкунчика». То есть вот такая вот идея. Поэтому «Прощальная симфония» с одной стороны, да, если бы это еще была сцена вот той филармонии, которая вот находится там вот на набережной, а не мемориального центра, это могло бы сыграть, да. Вы хотите более камерное, компактное помещение, да, чтобы чувствовать себя комфортно с своим коллективом. Да, 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 просто я не считаю, что «Прощальная симфония», ведь там идея-то какая, там артистам, вот придворным музыкантам им не платили деньги, и просто гайдно решил показать, что если так и будет продолжаться, то каждый свою свечку задует. Это была акция протеста. Да, да, акция протеста. Акция приличного протеста. Да, 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 у нас все в порядке, понимаете, инструменты пришли, как бы зарплаты есть, гастроли есть, нам... Прощаться не хочется, Ваня. Да, ну, да, смысла нет протестовать, все и так хорошо. Ну так, Илья, я не хочу, чтобы вы прощались, я хочу, чтобы вы поздравили наших ульяновцев и артистов своего прекрасного оркестра. Я уверена, что они сейчас все нас смотрят. Обращайтесь в эту камеру. Дорогие друзья, уважаемые жители Ульяновска и Ульяновской области, от всей души хочу вам пожелать в наступающем новом году самое главное здоровья. Потому что если все мы будем здоровы, да, то, наверное, и жизнь, она будет, может быть, чуточку интереснее, чуточку лучше. Вот, но я хочу пожелать вам всем совершения всех ваших самых заветных желаний. Хочу пожелать вам, чтобы в ваших семьях было благоденствие, чтобы был достаток, чтобы было счастье. И тогда мне кажется, что вот сделав счастливее себя и своих близких, мы таким образом сделаем счастливее всех тех людей, с кем мы общаемся и с кем мы так или иначе соприкасаемся в жизни. Поэтому счастье, здоровье, любви, красоты, и чтобы наступающий 2020 год был, ну уж точно не хуже, чем уходящий 2019 с праздником. Спасибо, Илья. Желаю вам новых музыкальных побед, вдохновения и творческих успехов. С вами была Виктория Черкова. Увидимся в прямом эфире. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok